Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. На кресте, перед священным изображением которого мы с вами сейчас предстоим с глубоким благоговением, совершилось избавление человеческого рода от власти греха, совершилось примирение Бога с людьми. Мы с вами знаем, что за грехопадение первых людей Бог на определенное им время отдалился от людей. Но было дано людям и обетование, что придет на землю Мессия, который примирит людей с Богом и восстановит прежние отношения. И вот наступило это время. На землю пришел Сын Божий, обетованный Мессия. Пришел на землю Христос Спаситель, чтобы вернуть людям утраченные ими сыновные достоинства. Но очерствели сердца людей. Вдали от Бога они совсем охолодели своей душой. И когда пришел на землю Христос Спаситель, многие иудеи не признали в нем обетованного Мессия. Они не только не приняли его и принесенного им нового божественного учения, но восстали на него и предали его на позорную казнь. Как понять и чем объяснить это страшное событие? Вожди иудейского народа ожидали восстановления чисто житейских земных прав своего народа. Их не интересовало духовное возрождение людей. Не думали они о примирении с Богом, от которого в своем жестокосердии, эгоизме, все более и более удалялись. В таком настроении воспитывали они и свой народ. Но Сын Божий, пришедший спасти погибшее человечество, принес на землю божественное учение, которое должно было совершенно изменить духовный облик человека. И за Христом устремились люди, которые духовно изголодались в своем удалении от Бога. Его учение о безграничной любви и правде влекло к нему всех людей. Фарисеи и книжники, видя это, боялись потерять свое влияние и сумели восстановить иудеев против него. Достигнуть этого было нетрудно. Люди, восхищавшиеся его учением и удивлявшиеся чудесам, не проникали глубоко в это учение. И потому сделали с послушным орудием в руках врагов Христа. Христос строго обличал фарисеев и книжников за искажение закона, за развращение народа и злоупотребление своим положением. Фарисеи же клеветали на Христа, будто он нарушает закон Моисеев, и что этому, мол, учит и народ. Сбылось предсказание Симеона, богоприимца, который говорил, «К сей лежит нападение и восстание многих». А кто же пал? Пали гордые, самолюбивые, тщеславные и свои корыстные вожди народа иудейского. Им надлежало бы раньше других принять божественное учение Христа и стать его учениками, но помешало им их суе мудрее. Народ иудейский не способен был глубоко анализировать и правильно понимать вражду фарисеев к явившемуся чудотворцу и учителю, а склонен был слепо повиноваться своим вождям. Именно потому оказался поспособным восстать даже на того, кто творил только добро, перед кем весь народ благоговел, кого собирался провозгласить своим царем. Господь знал, что приблизилось время его искупительных страданий. Его последние беседы с учениками направлены именно к тому, чтобы подготовить учеников к предстоящей разлуке и в некоторой степени объяснить необходимость принесения им жертвы. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, умрет, то принесет много плода. Так Христос дает апостолам понять, что ему предстоит умереть за людей, дабы даровать им плоды жизни вечной. Для этого он и пришел на землю. Мы видим, что в Гефсимании Христос несколько раз обращался к Своему Небесному Отцу. Он говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, показывая этим, что Он знает, какие страдания ожидают Его. И молится Он, как мы знаем, до кровавого пота». Но через некоторое время он опять обращается к Богу. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, да будет воля Твоя». Мы обычно вспоминаем о страдании Господа на кресте, о Его телесных страданиях, и мало обращаем внимания на Его душевные муки и Его внутренние духовные борения. А ведь именно они показывают нам, как тяжел крест Голгофский. Мы скорбим о том, что ученики Христа оставили Его одного на суде у Пилата и на Голгофе, но они оставили Его еще гораздо раньше. Уже в Гефсимании Он был одинок. Он просил самых своих близких, Петра, Иакова, Иоанна, бодрствовать вместе с Ним, и молиться Отцу Небесному, но они спят. Мы удивляемся тому, что ученики Его спали. Несмотря на то, что Господь просил их бодрствовать с Ним, но они ведь в то время не знали, что их Учитель вскоре будет предан на смерть. Не знали того, что Он по человеческому естеству Своему тяжко страдает и нуждается в сочувствии и поддержке со стороны Своих друзей. Если бы они знали об этом, то, конечно же, бодрствовали бы и были бы готовы защитить своего Господа. А вот мы с вами, дорогие, знаем и смысл, и цель добровольного страдания Христа, однако мы не бодрствуем во имя Его, не спешим защитить, если при нас хулиться всечестное имя Его. А ведь каждый из нас хорошо знает, что Христос Спаситель пострадал за весь род человеческий «И за меня, каянного, тоже пострадал, чтобы моя душа никогда не умерла, а после временной земной жизни моей переселилась в вечное небесное царство, которое открыл для нас безвинный страдалец, Спаситель наш, Христос Господь». Из Гефсимании Христос Спаситель идет на суд к первосвященникам, к Пилату и затем на Голгофу. «В душевным страданиям Его прибавляются и физические муки. Но все терпеливо и молча переносит Господь. Он оставлен всеми близкими. Апостолы в страхе разбежались. Не пошел вместе с ним на суд к Пилату никто из тех, кто так еще недавно ходил вслед Его. Слушал слова божественного Его учения, видел Его чудеса, творимые Христом. «Никто не пришел к Пилату, чтобы свидетельствовать о нем в его защите». Даже апостол Петр, этот пылкий ученик Христов, который при прощальной беседе уверял своего учителя, говорил, «Если все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь. Даже если мне предстояла бы смерть, я не отрекусь от тебя». Вот этот самый апостол, ученик, трижды склятывал и произнес отречение. «Но любвеобильный Господь без осуждений, но состраданием, немощи человеческой, кротко, хотя и с укором взглянул на своего ученика». И этого кроткого взгляда апостол Петр не мог забыть всю свою оставшуюся жизнь. Сознав свой грех, раскаившись в том, что он соделал, Петр безбоязненно нес всюду свидетельство об истине Христовой. «И вот Господа осудили и пригвозили к Христу, этому страшному и позорному орудию казни. И как бы усиливая позор, рядом они поставили еще два креста, на которых распяли двух действительно злодеев. Толпа людей, окружавшая эти кресты, произносит злые насмешки и надругательства по отношению к распятому Христу. На разбойников никто не обращает внимания, а он, святой, страдалец, тихо, молится за распинателя своих». И что же мы видим? Как будто Господь лишен уже всякой возможности проповедовать, учит. И вот он с креста продолжает дело своего милосердия. Он пригвожден к кресту и физически изнемогает от тяжести ран, но его молитва за распинателей и здесь совершает великое чудо. Чудо – просвещение души разбойника, распятого на соседнем кресте. Разбойник, иначе злодей. Сердца же злодеев мрачны, полны стремления к злу и преступлениям. И вот он, сам, страдая и видя страдания других распятых, вдруг слышит, что Христос молится за причинивших ему столько зла. «Отче, прости им, не ведают, что творят». И эта кроткая молитва изумила и потрясла душу разбойника. Она произвела внезапную перемену в его сердце, в его мыслях, и он, наконец, понял, так поступать не может обычный человек. Так молиться за врагов своих, прощать их может только Бог. Всем своим обновленным сердцем, всей изнемощной своей и изнемогающей душой он почувствовал и признал в распятом самого Бога и сказал «Помяни меня, Господи, когда Ты приидешь во Царствие Твое». И услышал в ответ «Днесь, сегодня со мною будешь в раю». Не только Разбойник в своей душе почувствовал облегчение от этого. Его смелое исповедание, как Бога и Небесного Царя, распятого и всеми хулимого, в какой-то степени смягчило и страдание самого Христа. Слова его явились как бы целительным бальзамом для истрадавшей души Христа. Ведь в защиту Господа никто не выступил, его только обвиняли и поносили. Правда, среди толпы была небольшая группа женщин. Всем сердцем преданных Христу. Их пламенная преданность победила страх. Поистине, геройская душа живет в женщине. Страх не преградил им дорогу. Они вместе с Богоматерью пробрались сквозь толпу и встали близ Христа. В безмолвной скорби смотрели они на печальное зрелище на их любимого Учителя. Они не давали Спасителю обещаний никогда не покидать Его, как это делали некоторые из Его учеников. Но вот они здесь, при кресте. А тех учеников рядом с Христом нет. Только один любимый ученик Христа, Иоанн Богослов, стоит рядом с Богоматерью. Мы знаем, что так угодно было Божественной воле. Но наше сердце, сердце человека остается как бы неудовлетворенным. Неужели не было никого из людей, кто бы решился сказать доброе слово о Господе перед его судьями? Кто бы свидетельствовал в его защиту? Нас поражает зрелище неблагодарности, ослепления, безумие и жестокости современников Христа. Нас изумляет та злоба и ожесточение, с которыми и архиереи, и книжники, и народ преследовали праведника. Поражает то неистовство и безумие, с которыми толпа кричала Пилату. Распни, распни его! Озлобленность иудеев была так велика, что привела в недоумение даже язычника Пилата. Не найдя за Христом вины, Пилат пытается отпустить его, пытается пробудить в иудеях, уж если не сознание их ошибки, то хотя бы простое человеческое сострадание ни в чем не повинному человеку он умывает перед толпой руки в знак того, что не повинен смерти праведника. Но это вызывает еще большее озлобление, и толпа кричит. Кровь его на нас и на детях наших! Не эти ли же люди так недавно следовали за ним толпами, слушали его учения, приносили к нему своих больных, и он исцелял их? Не эти ли люди за несколько дней перед Сим встречали и провожали его восторженными криками? Асанна, сыну Давидову! Как эти люди могли забыть его знамения и чудеса? Его высокое учение! А безгрешный и невинный страдалец кротко просит своего небесного Отца. Отче, прости им, не ведаешь бы, что творят. Молит Господь Отца своего за тех, кто предал его на распятие. Молит за тех, кто распинал его, исполняя повеления начальников, а сами, возможно, и действительно не знали, кого они распинают. Молится, имея в виду и нас с вами, дорогие братья и сестры, ибо и мы продолжаем распинать его своими грехами. Всякий раз эта трагедия производит огромное впечатление на нашу с вами душу, вызывая сокрушение о наших грехах. Давайте проверим себя. Иудейский народ не знал истины, а мы с вами знаем. Мы крещены и просвещены Духом Святым. От дней нашего детства мы хорошо знаем, что такое добро и что такое зло. И зная это, мы часто сознательно идем по пути греха. Прости нас, милосердный Господи. Христос Спаситель за всех грешников принял позорнейшие страдания и самую смерть. Он распростер на кресте причистые свои руки для того, чтобы собрать в объятия свои всех грешников земли, желающих через покаяние вернуться в лоно Небесного Отца. Лишь бы сознание своих грехов и раскаяние было в нас таким же глубоким и искренним, как у Петра и у благоразумного разбойника. Но для этого мы должны с вами подражать благоразумному разбойнику, в его покаянии и Христу Спасителю, в прощении тех, кто обидел нас с вами. Без этого не дерзнем обращаться с мольбой ко Кресту. Не только на отвершегося Петра смотрит с укором Господь. Вместе со Словом Божьим в сердце каждого человека проникает взор Христов. Он смотрит в душу человека. Он смотрит в сердце каждого из нас, называющего себя верующим, христианином, на своей жизни, не свидетельствующий о Боге и о возлюбленном Христе. Глубоко смотрит в нашу душу Господь. В Его взоре нет гнева, нет угрозы, нет даже упрека. А одна бесконечная любовь, одна бесконечная жалость к состоянию нашего сердца. Вот сейчас, в конце службы, мы с вами будем подходить и поклоняться и лобызать распрятия. Подойдем к Христу Христову с благоговением, со слезами припадем ко Христу Спасителю, изображенному на Христе. И пусть каждый из нас в душе своей и в своем сердце со всей честностью и искренностью сравнит, что сделал для нас наш Спаситель и что я делаю для Него. Является ли моя личная жизнь свидетельством истины, в которую я верю? Если кто-то обнажужит в себе, что нет в нем любви и милосердия, что не хранит он правды и чистоты, если те грехи, которые Христос пригвозил до Христу, он вновь снимается креста и полагает в свою душу и сердце, то знайте, сколько бы вы не поклонялись перед Христом, сколько бы не лобзали язву Христовую, подобных людей ожидает справедливое осуждение. И дай Бог нам сегодня, пришедшим в храм, выйти из него с обновленными душами, с сердцами полными любви к Господу нашему Иисусу Христу и с твердым намерением от сегодняшнего дня, всей своей жизни, подражать нашему Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу, которому, соотцем и духом, вечное и благая слава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok